Иссалам России и Евразии, Усайна Механов, Болгария, Болгарская хроника, избрана из многочисленных хроник и трактаторов. Эта книга дозволена в печать в Гетербурге 28 января 1883 года. Эта книга была напечатана в Казани за типографией Вечеслава на средстве Махтума Мухаммад Зарифа и сына Усайна в 1883 году. Содержание товариха Болгария, вступление к общему описанию мира, об известных есть мир, города, имеющиеся разницу между часовыми поясами и климатами. Глава первая, сказание о Мухаммад Хани, Абуль-Гази-Бахадир Хани. Глава, сказание о рождении Шингисхана. Глава, сказание о Булгарии, о странстве, асхабах в разных областях, в разных областях земли. Глава, сказание о немалые Шейха, Булгарии, о его окрестности, а также о христианах, о событиях на Булгарском Юрке. Глава, сказание о булгарских ученых и шейхах. Слово для меня нестужного, а великих ученых и святейших шейхах, об их достоинствах и прекрасных качествах. Глава, сказание о Казани, о цели моего труда, сказание о озере Кабан, о том, как русские Казань завоевали. Рассказ о Венелом и Черном озере, сказание о китайском хане, или сказ о ново-татарской Салободе. Заключение сказание о последних казанских улемах с описанием их достойств. В этой книге, товарища Булгария, речь пойдет о Нюхамадхане, об Оляхвази, Магадирхане, его рождении, Чингисхана, Абхамире, Тимуеву, улемах и шейха Волгарского края, а также о Казани и ее ученых. Великом императру Александру Александровичу, посвящайся в 83-м году. Есть немало авторитетных исторических книг, написанных на разных языках, в которых разъясняется жизнь по или иной стране. Говорится о произошедшем событии. Из других книг известно, что наше бургарское государство в прошлом было великой мусульманской стороной, значимость которой ясна для всех больших ученых. Во многих книгах оно упоминается как Шахар-И, Булгар, город Булгар. Но как ни странно, пока нет какого-либо маломальского, заметного авторитетного труда о Булгаре. Ваш покорный слуга полагает, что это произошло по следующим причинам. Князь Михаил, который правил еще в 2663 году, не желательно относился к мусульманам. До времена было еще много ученых, и книг, в том числе и тех книг, которые остались от мусульманских ханов. Князь Михаил полагал, что мулы будут смущать народ, отстрекать к бунту. Поэтому и повинен казнить всех этих многочисленных ученых, а книги жить. И по этой причине сохранилось так мало трудов, написанных древними учеными. А из-за малочисленности ученого люда стала ослабевать сама исламская религия. Народ пал темноту и невежество. Слава Аллаху, благодаря праведливости. В нынешнем правителе количество книг и ученых увеличилось. И мусульманам не остается ничего иного, как возносить самые добрые молитвы его и вийству. Но все же, повторимся, исторические книги существовали, но они, видимо, были уничтожены путем сожжения. И вот я, презреннейший из рабов Божих, уже сколько лет занят сбором свиньи из оказавшихся у меня в руках исторических трудов. Переписыванием того, кого в давние времена оставляли на полях книг наши старые ученые совесть всего того, что в той или иной мире несет достоверность. И в итоге пропустив сквозь хита различные сказания из истории тюркских народов, сделал выписки из наиболее ценных книг, и сославшись на большинство из них, я постарался упорядочить эти сведения во своем труде. Я надеюсь, что все это поможет нам постичь истину во имя Аллаха, милосердного, нести слава, восхваляй лением Аллаху Всевышнему, Который Солдок, и салам, 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 и Ему и его роду, асхабам и всем тем, кто изучит, поняв верность шариата и руководствуясь им, повел людей по пути истинному, и верен хадис, мои асхабы словно звезды, кто пойдет за ними, будет на верном пути.